Всем привет! Меня зовут Лера, и это продолжение моей рубрики «Разбор фотографий», которая мне нравится. Почему я создала такую рубрику? В прошлом выпуске я об этом говорила. Сейчас тоже хочу повторить, если вы не видели прошлый выпуск. Я портретный уличный фотограф, и эта профессия побуждает к постоянному саморазвитию. Нужно искать новые кадры, новые решения, цвета, и тем самым развивать насмотренность, вырабатывать свой стиль, практиковать что-то новое и не стоять на месте. Поэтому я для себя выбрала пока что BeHands, на котором я ищу классных фотографов, классные проекты, фотографии. Также выбираю те, которые мне понравятся. Возможно, это не целый проект, это только несколько фотографий, возможно, только одна фотография, в которой я увижу что-то ценное, что можно привнести в свою работу, как-то обыграть по-новому. Или порой я вижу то, что я бы, например, не хотела делать, и это тоже для меня такой сигнал. Угу, значит, это не моё. Мы это пропускаем и находим что-то новое. Как построено это видео? Я выбираю три автора, работы которых мне кажутся наиболее близкими по духу. Возможно, я бы снимала так же, или, например, я бы хотела к такому стремиться, развиваться в таком стиле. И я разбираю несколько пунктов, каждый из которых вмещает какую-то фотографическую такую ценность, которая очень полезна в работе. Например, первое, что я разбираю, это тип съёмки. То есть, зачем эта съёмка нужна? Тип съёмки нужно определять для того, чтобы понимать, что вы снимаете, для кого вы снимаете, для какой аудитории, что будет дальше с этими фотографиями. Также я разбираю технику съёмки, то есть, как подобрано место, соответствует ли оно теме, типу съёмки. Также, как используется свет, используется ли дополнительная вспышка, и как цвета играют на этом кадре и так далее. Третий пункт, я разбираю, как взаимодействовать с моделью. То есть, например, тип съёмки домашний, какой-то индивидуальный тип съёмки. Как в такой ситуации фотографу разговаривать с моделью, чтобы получились наилучшие кадры. Об этом всём мы говорим в таких роликах. Точнее, я говорю, кто мы. Ну и четвёртый пункт у меня такой дополнительный, он уже меньше относится к фотосъёмке. Это про публикацию. То есть, как вы преподносите фотографии в этот мир. И, наверное, это одна из самых важных частей. Именно от публикации, скорее всего, зависит ваше развитие в социальных сетях. Все ссылки на авторов указаны в описании. Также, прошу прощения сразу же, если я неправильно указываю, говорю имя и, возможно, фамилию автора, потому что иногда есть трудности с этим. У меня нет какой-то цели критиковать, обижать, как-то цеплять людей. Это только моё мнение. И то, что я вижу, это я озвучиваю со стороны своего опыта. Если после просмотра видео у вас остались какие-то вопросы, то чувствуйте себя свободно в комментариях. Пишите, я на всё отвечу. Ну и долгое вступление окончено. Переходим к работам. Итак, первый фотограф на сегодня. Фотограф из Германии, Берн Вольц, как мне кажется, произносится. И у него довольно-таки интересный стиль, довольно минималистичный. И скорее это относится к стрит-фотографии и что-то в абстрактном таком направлении. И мне очень отозвалось вот это. Этот проект называется Night Walks 1. No sports tonight. И вечерние прогулки. То есть сразу по названию можно понять, что это будет про что-то тёмное, вечернее. И такое, знаете, простое. То есть walk, прогулка, человек вышел, что видит, то и фотографирует. На самом деле это очень хорошее упражнение. Если у вас есть какой-то стоп уже творческий, в фотографии или в рисовании, то позвольте себе просто выйти на прогулку. Ни о чём не думать. И если ваш взгляд начинает за что-то цепляться, рисуйте это, фотографируйте. И, возможно, это может привести к чему-то новому. Может быть, придёт какая-то идея нового супертворческого проекта. Фотографии отличаются минималистичным стилем. И здесь мне очень нравится вспышка в лоб. То есть диафрагма, как я понимаю, допустим, закрыта. Из-за этого фон наиболее становится таким тёмным, невидимым. И отчётливо виден объект, который человек фотографирует. И мне это очень нравится, потому что здесь есть такая контрастность, и здесь нет ничего лишнего. Я не знаю, фотошопил ли это фотограф или нет, но здесь правда ничего лишнего. И опять же, если мы берём композицию, то здесь всё симметрично. И очень акцентрированно. Также мы можем заметить на фотографии минимум цветной обработки, как мне кажется. То есть здесь нет каких-то ядрёных фильтров. И, возможно, человек корректировал цвета, но здесь нет таких прям ярких наложений и каких-то отдельных текстур и чего-то ещё. И в основном на всех кадрах в этом проекте кадры по середине. И это очень хорошо, потому что, вот кроме этой фотографии, это всё объединяет проект. И здесь есть какая-то вот одна линия, по которой это всё идёт. И это очень приятно нашему мозгу, потому что здесь нет ничего такого отличающегося. И очень можно быстро сосканировать фотографию. Здесь на самом деле минимум описания. И это очень даже круто, потому что, точнее, даже отсутствие описания, просто название, оно может отражать сам проект. Нам дали название, мы всё поняли. И, возможно, здесь нет какой-то глубокой истории. Или человеку это просто не важно. Он просто хотел показать фотографии. И всё. То есть, этого может быть достаточно. Но я думаю, что человек здесь особо не занимается вот этим описанием проектов и так далее. Но ему это не нужно, потому что, опять же, иначе это могло, допустим, придать какой-то очень тяжёлый такой смысл. Может быть, это и не нужно. Также обратите внимание, что у него, в принципе, есть какой-то свой стиль. И можно его увидеть на нескольких фотографиях. Это очень круто. Попробуйте, опять же, делать из какого-то одного проекта несколько серий. Посмотрите просто, к чему это приведёт. А мы двигаемся к другому фотографу. Фотограф из Лондона. Как мы сразу видим, женские чёрно-белые портреты. До этого уже был фотограф, который делает чёрно-белые портреты. И насколько же они отличаются. Здесь прям заметна такая, как сказать, контрастность, такая грубость. И вот что-то такое жёсткое. Там портреты были очень нежными и женственными. Это может зависеть от света. Допустим, здесь такая яркая студийная вспышка используется, допустим, здесь и здесь. И, возможно, в обработке тоже что-то там подкручено. И поэтому создаётся вот такое вот... Жёсткое какое-то... Ну, я не знаю, как описать, но такое чувство есть. Такое вот прям... Может быть, даже мужественность в этом как-то передаётся. Я не знаю. И мне понравился очень вот этот проект. Но, опять же, не все фотографии. В особенности мне здесь понравились чёрно-белые фотографии. Называется проект «Дана in the woods», то есть «Дана в лесу». Да? Посмотрите просто на этот кадр. Девушка здесь выглядит как голливудская актриса. Первые кадры на съёмке обычно вообще летят в мусорку сразу. Потом вы начинаете с человеком уже экспериментировать. Встань так, попробуй это. Потом подключается модель, тоже что-то там делает. И в какой-то момент есть вот это вот состояние потока, когда уже никто о ничём не думает, просто происходит что-то. Ты это фиксируешь, и вот проявляется такая детская непосредственность, да? Веселье. Все вот эти вот наивные такие чувства в хорошем смысле. И вот здесь почему-то у меня такие ассоциации с этой фотографией. Что девушка, возможно, бегала, смеялась, прыгала. И в какой-то момент фотограф смог вот это запечатлеть. Это безумно круто. И волосы, как они лежат. Вот это вот как будто ветер дует. И платье такое воздушное, и фон не перегружен. И он такой ещё в боке. Уф, просто красиво, пипец. К этому кадру мы переходим. Здесь уже другое настроение. То есть если там девушка улыбалась, и было что-то такое, и всё, здесь уже такая романтичность, задумчивость. И вот как будто опять какой-то кадр из фильмов слоу-мо. Я не знаю. Ну вот понимаете? То есть я смотрю на одну фотографию, а у меня уже столько ассоциаций. И я думаю, что это какой-то такой хороший признак интересного кадра. Как вы определяете, какой кадр хороший цепляет взгляд, довольно-таки ценный, а какой просто проходной? Как вы отбираете фотографии с фотосессии? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно узнать. Этот кадр просто как на обложку журнала. Это вау. Во-первых, интересно заметить, что он горизонтальный. В основном сейчас все фотографируют вертикально, потому что соцсети нам все об этом твердят, что давайте вот как телефон расположен. Что? Нет. Почему? Как так? В основном все киношные какие-то кадры, которые нам запоминаются, они в горизонтальном положении. Может быть, есть даже какие-то статьи от экспертов по кино, в которых написано, что почему горизонтальный кадр у нас воспринимается больше как киношный и больше передает истории. Не знаю. Этот кадр мне очень нравится вообще всем. Как он кадрирован, как сидит модель, то есть вот эта поза, детали в виде колец, вот это платье с потрясающим вообще силуэтом, который ей очень идет. Вот. И оно создает также баланс, в принципе, всего. И волосы, которые вот так вот летят, и немножко загораживает лицо. Вот ветер здесь огромную роль играет, потому что он дает вот такую легкость. И вот это белое платье такое тоже воздушное, и взгляд прямо в камеру такой честный. Это все очень красиво играет. И вот эти камни... Боже, короче, это можно разбирать реально... Что это такое происходит? Это можно действительно по кусочкам разбирать и изучать, и это очень красиво. Далее мы видим уже цветные кадры. И вот цветные кадры мне здесь не особо зашли, потому что мне кажется, здесь нужна какая-то другая обработка по именно цвету. Вот это бы я сделала вообще черно-белым кадром, потому что он как раз бы очень подчеркнул эмоции. Вот здесь есть еще одна черно-белая фотография. Она мне нравится именно такой позой, знаете, как у куклы. Вот. То есть здесь я вот это могу отметить. Ну и больше мне как-то здесь ничего не откликается. Здесь с точки зрения техники можно еще заметить, что модель очень хорошо отделена от фона. Хотя здесь такие, знаете, очень какие-то похожие цвета. Если говорить про взаимодействие с моделью, мой пункт, который я выделила и вообще сейчас пошла не по пунктам. Короче, суть в том, чтобы здесь начать играть с моделью. Детское что-то пробудить. Здесь вот в такой локации какие-то суперстильные там позы, они не подойдут. Если вы снимаете какой-то суперстильный бренд одежды, это другое. Допустим, да, и вы выбираете локацию лес. Там и другая стилистика должна быть, и другой свет. Если мы говорим просто о такой индивидуальной фотосессии, то, скорее всего, конечно, да, нужно просто чувствовать себя свободно, раскованно. По теме представления и презентации здесь я ничего не могу сказать, потому что презентовать можно было бы и получше. Я начинаю критиковать. Ладно, оставим это, критикуем. Я бы здесь сделала бы, допустим, в проекте меньше фоторабот и сделала бы контраст между работами. То есть я бы сделала, допустим, ЧБ цветной, ЧБ цветной. Можно было также сделать калаш, где одна фотография, вторая. И это было бы интереснее. И здесь бы, не знаю, некоторые бы я фотографии убрала, допустим. Так что да, я думаю, что здесь уже я всё сказала, можем приходить к следующему автору. Я решаю выбирать на самом деле не только фотографов, но также, в принципе, творческих людей, которые мне попадаются, и задумка которых мне очень нравится. И я считаю её ценной и весомой. Есть такой автор Полина. Это сет-дизайнер и контент-креатор из Москвы. Меня очень зацепила взглядом вот эта фотосессия, которую мы сейчас разберём. Там очень много есть о чём поговорить. И, в принципе, вы можете посмотреть, какие работы у Полины. И мне очень нравится такое. Но не могу сказать, что я бы хотела снимать такое. В моей работе мне важна именно естественность. То есть мне не нравятся задуманные какие-то кадры. Я могу на них опираться, но я всё равно придумываю что-то своё, либо смотрю, как на это реагирует модель, что она решает с этим сделать. Мне это ценнее в моей фотографии. Мне хочется это передавать. В какой-то степени я понимаю, что, чтобы делать такие кадры, нужно получить образование соответствующее. Я не говорю сейчас про точный универ, диплом и так далее. Но я в целом про какое-то, знаете, даже мировоззрение, которое нужно расширять. И также изучать других авторов, которые создают что-то интересное. Всё это к тому, что человек очень много должен вкладываться в свои знания, чтобы создавать что-то новое. И, возможно, порой для создания некоторых креативных сцен люди могут вдохновляться другими авторами. Я не вижу в этом ничего плохого до тех пор, пока это не скопировано точь-в-точь и не преследуются какие-то корыстные цели. Если человек просто берёт вашу работу и домысливает её, обыгрывает в своём стиле, это круто, как мне кажется. Переходим к контент-криэйтору по линиям. Есть вот такой проект. Называется Street Set for Self-Made Brand. Что мне очень сразу понравилось, что вся команда указана здесь. Сейчас я быстро пролистаю, чтобы вы понимали вообще, о чём речь. Сразу скажу, что с точки зрения фотографии, мне здесь не то, что не особо нравится. Я понимаю, может быть, была такая задумка небрежная, но мне не нравится, как это осуществляется. Но я хочу внимание обратить больше на вот креативные идеи, которые здесь использованы. Локации здесь в основном это центр Москвы, это вот мосты, улицы. Почти на всех фотографиях отсутствуют какие-то лишние люди, предметы, машины и так далее. И это прям очень-очень хорошо. Мне нравится задумка вот этих цветных квадратиков, которые перекликаются с цветом на одежде. Мне нравится, что есть сзади человек, который держит эту картинку. С точки зрения вот такой вот идеи, это круто. Да, вот здесь бы я, например, убрала об этих людей. Если мы опять рассматриваем эту фотосессию как брендовую фотосессию, то здесь нужно отнестись прям вот, я думаю, серьёзно к этому. То есть почистить всё, что не нужно. Опять же, есть бренды, которые наоборот, про грязь, про что-то такое небрежное, такое панковое, и там это не нужно. Но в таком стиле, где вы рекламируете, где вы делаете съёмку для костюмов, мне кажется, здесь должна быть какая-то элекатность. Мне нравится здесь очень сильно вот эта часть, именно поза модели, как наклонён вот этот вот картон. Можно было бы даже, вот знаете, вот так вот кадрировать эту фотографию и повесить где-то плакат на улице, и это очень красиво смотрелось. Также кадры у нас здесь в основном в полный рост, показываем сразу всю одежду. Здесь даже вот придумали приклеить как-то этот картон. Мне очень нравится на кадрах ветер. Я не знаю, по-моему, это хороший ассистент. Вот этот кадр мне очень сильно нравится именно по кадрированию, потому что как-то всё здесь правильно. Этот кадр мне тоже нравится, но такое ощущение, будто эти фотографии недообработаны, будто вот есть оригиналы, и их сразу выпустили в проект. И вот эти мне не особо нравятся фотографии, мне нравится именно задумка. А вот этот кадр мне очень нравится, потому что кажется, что здесь какая-то неправильная композиция, но на самом деле именно вот задний фон, вот этот вот, он играет здесь вообще большую роль, потому что он как раз отличает эти фотографии от каких-то других фотографий. Потому что я, например, ещё не видела, где использовали вот просто какой-то цветной фон, и вот там держали на улице, знаете. Могли взять какой-то специальный стенд для этого фона, но нет. Вот эта вот человеческая поддержка мне очень нравится. И здесь на самом деле очень хорошее кадрирование. Мне безумно нравится сочетание цветов. И вот эта фольга такая, которая отсвечивает, очень здесь симпатично выглядит. Мне нравится, насколько контрастно выглядит юбка. Здесь на фотографии мне нравится число выдержки, потому что есть вот эта смазанность, и опять же ветер. И такое ощущение, что вот эта вся конструкция, она ещё и движется, а модель такая неподвижная. То есть это очень тоже выигрышный вариант. Но есть такое ощущение, что этот ветер немножко мешал, конечно, на фотосессии, и слишком сильно уносил фон. Но мне нравится, что здесь модель взаимодействует с этим фоном. И мне кажется, это прям соединяет всю композицию вот этого кадра. А здесь, смотрите, как прикольно сделали. Здесь уже в чёрных перчатках. И чёрные перчатки, они как раз перекликаются с одеждой модели и обувью. Наверное, это тоже сделано очень симпатично. Этот кадр, наверное, самый лучший, который я видела. И, возможно, я бы отфотошопила вот здесь ноги. И вот эта часть, это очень красиво. Либо я кадрировала бы фотографию примерно так. И это прям очень круто выглядит. И вот этот кадр я очень сильно люблю. И на самом деле даже можно было бы снять, наверное, бренд украшений таким образом, когда нет акцента на личности модели, а есть акцент на украшения. Как здесь взаимодействовать с моделью? От модели здесь очень важно её время. И желательно, чтобы все успевали, никто не торопился, потому что здесь модели нужно переодеться. Всем нужно перейти с локации на локацию, подготовить локацию. Такой фотосъёмки. Модель должна, как будто, знаете, вот опять же выглядеть элегантно, уверенно, что она никуда не торопится. Она просто стоит, такая красивая. Она вышла, не знаю, за кофе, за круассаном. И идёт по городу такая в своих мечтах. И снимать тут, правда, получилось не тяжело. Здесь главное видеть именно локацию, модель и сочетать её. В некоторых кадрах это получилось. Некоторые слишком простые, я думаю. Некоторые требуют обработки дополнительной, но в целом это очень получилось симпатично. Но опять же, если мы говорим про публикацию именно на Behance, огромный плюс в том, что указана вся команда, бренд указан. Здесь даже, видите, постарались расположить фотографии интересных. И мне нравится, что они все как бы не в перемешку, а постепенно идёт один образ за другим, что не даёт нам какой-то перегрузки большой. Это был третий автор на сегодня. Я думаю, что мы сегодня увидели очень много красоты. И я стараюсь перемешивать типы съёмки, чтобы не было одного типа съёмки в одном видео. Но напишите в комментариях, возможно, нужно наоборот только брендовая съёмка, только индивидуальная фотосессия, только уличная фотография. И я, может, сделаю такой выпуск. Также ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Не забудьте написать приятный комментарий. Также не теряйте себя. До следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok